Какими поступками перестают осознавать нормально, что происходит? Воспитывать мужа, который гуляет. В таких случаях надо их изолировать от близкого общения, особенно с детьми. Мы вчера говорили на лекции, что если муж гуляет, значит жена в нем сомневается. Первое, что нужно, это начать верить в мужа, начать свою веру, верную жизнь, его правильное поведение культивировать в своем сердце, побеждать плохую судьбу. Чаще всего женщины самые провоцируют такое поведение мужчин. Если жена все время сомневалась в мужа, то он начинает гулять. Потому что ее сомнения не дают энергии любви поступать в его сердце. Блокируется вход энергии любви. И мужчина становится, ему не хватает любви. В результате он гулять начинает. Ушел. Вы не думайте о том, что может тот, кто ушел. Вы думайте о том, как раскаяться в том, что вы не сохранили семью, и как сделать так, чтобы вы ему простили. Потому что если вы ему не простите, то вы никогда не выйдете замуж. Пока человек не простил, он в сердце своем остается с тем человеком, только со знаком минус. Все могут быть счастливыми. Если он раскается, изменит свое понимание жизни, раскается, то он может быть счастливым. Что? Он будет с ней верный? А вот все зависит от того, как семья создалась. Если была семья, и она разрушилась благодаря женщине, которая фактически его вела из семьи, и тогда за это по-любому придется отвечать. А если человек развелся, пожил один, потом создал новую семью, это получше уже ситуация. То есть ничего хорошего поначалу не будет? У нас всегда в жизни все хорошее. Просто есть больше объем работы. Придется больше потрудиться. Есть больше объем работы, а есть меньше объем работы. Проблема в невежестве просто людей. Нет злых людей, нет добрых. Есть невежественные и разумные. Все. Если вы не знаете, как правильно жить, значит изучайте и живите правильно. Льет время, Бог вас простит. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...